Вы смотрите программу Пульс Дня. Мы обсуждаем новости их последствия. Студия Наталья Быстрицкая и Данила Русаков. Кибератака на крупнейшую в мире компанию по переработке мяса JBS уничтожила пятую часть потенциала производства говядины в США. Как заявил Белый дом, эта кибератака, вероятнее всего, исходила из России. Остановка пяти фабрик за день, обрабатывающих более 22 тысяч голов крупного рогатого скота, означает, что страна потеряла около пятой части своего потенциала по производству говядины. На долю JBS приходится около четверти всего производства говядины. Месяц назад другая атака с использованием вируса и вымогателя заблокировала работу Colonial Pipeline, крупнейшего топливопровода. Эта атака также исходила из России от ныне распущенной группировки киберпреступников, известной как DarkSide. Убе эти кибератаки усиливают давление на президента Байдена с тем, чтобы он поднял эту проблему во время будущей встречи с Путиным. Байден уже заявил, что планирует надавить на главного кремлевца в вопросе прав человека во время саммита, который пройдет 16 июня в Женеве. В JBS сообщают, что работа всех предприятий восстановлена после атаки хакеров. Глава компании Андрея Нагейра отметил, что быстро восстановить деятельность заводов удалось за счет целеустремленной работы экспертов в области интернет-технологий и кибербезопасности. Потери производства будут полностью установлены к концу следующей недели, что ограничит любое возможное негативное воздействие на потребителей. На этом фоне администрация Байдена и Харрис усиливает борьбу против кибератак, но бизнес-элита тоже должна прикладывать больше усилий в этом направлении и защитить экономику, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джамсаке. Байден может поручить военным подготовить наступательные кибероперации против хакеров, базирующихся на территории России. Белый дом намерен впредь рассматривать как угрозу нацбезопасности кибератаки с применением вирусов-вымогателей. Добро пожаловать в новую холодную войну, где соперники постоянно друг друга взламывают, прибегая к самому изощренному шпионажу в истории человечества. Причем у каждого свой подход. Это мнение бывшего главы агентства нацбезопасности и киберкомандования Кита Александра, а не председателя и гендиректора Айроннет. Бывший чиновник считает, что компании должны теснее сотрудничать с правительством, чтобы противостоять угрозам со стороны государств. Эксперты согласны, что координация между госочреждениями, бизнесом и другими странами жизненно важна. Ведь хакерам, устроившим атаку на цепочку поставок, в ходе которой через программное обновление SolarWinds удалось взломать 18 тысяч компаний и 9 крупных ведомств, ясно, что специалистам в области кибербезопасности работы прибавится. Президент Байден тоже не сидит сложа руки. Хозяин Белого дома подписал меморандум, который признает борьбу с международной коррупцией одним из основных интересов нацбезопасности. «Мы будем уделять особое внимание борьбе с коррупцией, которая разрушает демократию изнутри и все чаще используется режимами в качестве оружия для подрыва демократических институтов. Мы будем бороться с налоговыми офшорами и незаконным финансированием, которые способствуют неравенству, финансируют терроризм и порождают пагубное иностранное влияние», говорится в документе. Таким образом, Байден поручил министерствам бороться с налоговыми лазейками, чтобы поправить госбюджет. Кажется, придется разбить свинью копилку миллионам американцев, которых лишат пособия по безработице. Об этом сообщают СМИ. Власти 25 подконтрольных республиканцам штатов, включая Техас, Флориду и Мэриленд, приняли решение о досрочной приостановке федеральной программы по поддержке населения. В ее рамках безработные получали дополнительные 300 долларов в неделю. Ожидалось, что программа продлится до начала сентября, но в половине штатов ее отменят в середине июня. В свое решение республиканцы объяснили тем, что, несмотря на высокий уровень безработицы, предприятия по всей стране страдают от нехватки сотрудников. В настоящий момент пособия по безработице получают более 15 миллионов. В середине апреля администрация Байдена и Харрис запустила также программу помощи при похоронах, в рамках которой гражданам предоставляется финансовая поддержка в размере до 9 тысяч долларов. Деньги выделяются на похороны каждого американца, умершего от коронавируса. Программа доступна для семей, независимо от уровня доходов, при условии, что они предъявят необходимые документы, а также не получили аналогичных пособий по другой программе. Безработица в стране снизилась с 6 до 5,8%. Когда вы смотрите на цифры, вы видите прибавку в 500 тысяч рабочих мест ежедневно. Таковы данные последних месяцев для этой экономики. Это действительно хорошие данные. Многие предприятия были закрыты и не открылись до сих пор. Поэтому все, что мы сейчас видим, это действительно лучшее, что мы могли бы ждать от экономики, получившей 2,8 миллиарда стимулов. При этом снижение безработицы сопровождается медленным возвращением к доковидному уровню занятости. Отчет по рынку труда имеет важное значение с точки зрения предстоящего 16 июня заседания Федрезерва. В центре внимания экспертов будет инфляция. В апреле потребительские цены выросли на 4%, но председатель ФРС Джером Пауэлл не везет причин для беспокойства. Дескать, некоторое время потерпим. Но эксперты считают, что такой подход несет риски. Один из наиболее существенных снижений инфляции, более медленными, чем прогнозируются темпами. От 5 до 7 тысяч полицейских мобилизованы 4 июня в Гонконге, чтобы не допустить массовых собраний в память о событиях 32-летней давности на Пекинской площади Тяньаньмэнь. Правоохранительные органы второй год подряд запретили проведение этого мероприятия, якобы из-за угрозы распространения коронавируса. До недавнего времени Гонконг оставался единственным городом, где ежегодно проходили акции в память о жестоком подавлении студенческих протестов летом 1989 года. В остальных городах и демонстрации, и публичные дискуссии на эту тему запрещены. В прошлом году впервые за три десятилетия власти Китая запретили проводить собрание 3 июня. Несмотря на это, тысячи людей собрались в парке «Виктория» с зажженными свечами. Десятки активистов были задержаны, включая лидера продемократической революции зонтиков 2014 года Джаша Вонга, которого приговорили к десяти месяцам лишения свободы. Задержания начались и в этом году. По мнению активистов, запрет властей на проведение пикета не связан с угрозой распространения коронавируса, а является частью широкого наступления Китая на остающиеся демократические свободы в Гонконге, который до недавнего времени пользовался относительной автономией. В прошлом году китайцы приняли так называемый закон о национальной безопасности, направленный против сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Госдеп сегодня распространил сообщение, касающееся очередной годовщины событий на Пекинской площади, и заявил, что Соединенные Штаты уважают тех, кто в Китае продолжает борьбу за права человека. Конечно же, в МИД Китая в ответ выразили недовольство. Соответствующее заявление США – это вмешательство во внутренние дела Китая. Мы решительно выступаем против таких действий. Прежде чем нападать на другие страны под предлогом защиты прав человека, США должны сначала взглянуть в зеркало, чтобы разобраться с правами человека у себя дома. Шеф Пентагона Ллой Тойстин обсудил с главой Минобороны Израиля Бенни Гансом ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее президент Байден заявил, что США помогут Израилю восстановить систему ПВО «Железный купол». Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему следовать принципу поддержки Израиля вне зависимости от того, какое правительство будет находиться у власти в еврейском государстве. Вне зависимости от того, что произойдет, мы не будем говорить о перспективах формирования правительства, пока этот процесс идет. Но в любом случае, наша твердая поддержка Израиля сохранится. Вы слышали это от президента Байдена и от госсекретаря Блинкина. Они еще раз подтверждали это, когда говорили о необходимости поддержания должной работы «Железного купола». Никто так долго не определял политическую судьбу Израиля, как Бенни Мин Нетаньягу. В среду впервые за 12 лет было сформировано правительство без премьер-министра. Это может означать конец Эры Нетаньягу, пишет швейцарское издание. При этом 71-летний политик побил несколько рекордов. По длительности пребывания у власти он обогнал Бен-Гуриона, отца основателя Израиля, и заключил соглашение о нормализации отношений с четырьмя арабскими государствами. За 12 лет его правление, число поселенцев на Западном берегу увеличилось почти на 40%, а в Восточном Иерусалиме более чем на одну шестую, говорится в статье. Данил, но станет ли Нетаньягу великим государственным деятелем? Вот в чем вопрос. Ну, это, наверное, должны определять граждане этого государства, а там много раз уже были выборы, поэтому какого-то консенсуса мы не видим. В любом случае, великими или невеликими обычно потом таким титлом награждают в истории по прошествии некоторого количества поколений, и, в общем, не всегда с этой великостью согласны, потому что мы знаем, что на постсоветском пространстве некоторые любят считать великими. Я сейчас даже не про советских каких-то лидеров говорю, а про тех, кто был во власти несколько веков назад. Вот если мы возьмем то же самое, как Российскую империю, то Екатерину II ее как любят, так и ненавидят. Хотя, в общем, то, что она была мощная гражданка, отрицать нельзя. Вот. Но вполне себе, если есть притязание на величину, я думаю, что у Нитаньяху есть своя фан-группа, которая способна будет эту историю дальше продвигать. Но что мы сейчас говорим, да, действительно, очень важная тема, это международная политика, это каким образом Соединенные Штаты будут взаимодействовать с теми или иными государствами, и как будет выглядеть эта архитектура взаимоотношений, то есть что это нам всем принесет, и что это принесет миру в его геополитическом и геоэкономическом разрезе. А вот есть хороший ответ на этот вопрос. В частности, сегодня стало известно о том, что в Белом доме окончательно решили ввести санкции против 59 китайских компаний. Среди них, например, в частности, есть такая известная как Huawei Technologies. Но эта компания о себе уже заявила громко, напористо, сильно. Мы помним, что еще до начала коронавирусной истории эта компания претендовала на то, чтобы строить вышки 5G в Соединенных Штатах Америки и, в общем-то, уже даже наладила некую кооперацию с технологическими компаниями из Соединенных Штатов. Вот теперь Huawei попала в абсолютный бан, и у Huawei больше нет возможности каким-то образом претендовать на американский рынок. И очередные санкции наложены. Причем очень любопытно, почему эти санкции наложены. Они наложены в связи с тем, что, как полагает Минфин Соединенных Штатов и администрации в Белом доме, которая является начальством того Минфина, разумеется, речь идет о том, что эти компании могут быть связаны с военным сектором Китая. Они могут передавать, собирать информацию и данные, и переслать их в китайское Минобороны. В том числе это может касаться данных американских граждан. Ну а если бы были выставлены вышки 5G, то, понятное дело, и, наверное, какие-то данные местности также могли оказаться в их доступе. Но вот тут как раз есть с одной стороны Китая. Вообще еще много стран, с которыми трудные взаимоотношения. И мы еще сегодня будем говорить о том, что происходит в преддверии вот этой Женевской встречи. Но это чуть позже. Какие там важные вопросы могут быть подняты. Такой спойлер. Совершенно обязательно про самолет будут говорить. Пизер, скорее. Да, сегодня самолет у нас тоже в эфире будет. Ну вот пока мы еще до самолета не дошли, то вопрос о том, каким образом, вот говорил Байден, что необходимо развивать союзы, еще углыбливать и углыбливать, да, углублять, с традиционными партнерами Соединенных Штатов Америки, вот в частности, бесспорно, что к таковым относится Запад в его классическом виде, ну, то есть страны Западной Европы, наверное, Восточная Европа уже тоже к таковым может быть отнесена. И тут есть еще такой спорный партнер, который находится недалеко от этих географических мест, это Турция. И мы знаем, что с Турцией достаточно трудные и непонятные взаимоотношения, но вот в частности, буквально недавно из Анкары пришел такой сигнал о том, что они высылают специалистов, направленных Кремлем для обслуживания... С-400, да, для обучения турецких специалистов, обращения с С-400. Да, да, и вот вроде как они оттуда уезжают, но, опять-таки, мы не знаем, может быть, они уже и успели обучить ту турецкую армию тем, как обращаться с этими штуками, но очень похоже на то, что это игра Эрдоган, направленная в сторону Вашингтона, на уровне каких-то символических жестов. Ну и вот, в частности, мне кажется, что тут важно понимать, как с Эрдоганом дальше будут строиться взаимоотношения. Байден встретится с Эрдоганом во время поездки в Европу, это произойдет уже в этом месяце. Официальное сообщение, между прочим, при службе Белого дома, то есть не какие-то там анонимные информированные источники, а вполне себе это уже внесено в планы, обнародовано. И встреча состоится 14 июня на полях саммита НАТО в Брюсселе, пройдет на фоне, кстати, той вот самой напряженности, которая не то, чтобы вот сейчас возникла, а она уже на протяжении нескольких лет по линии Анкара, Вашингтон имеет место. Ну и позднее турецкий лидер, как сообщается, точнее, это же позднее, это случилось несколько месяцев назад, когда все-таки в США возникла идея, достаточно волевая, признать события, связанные между армянно-турецким конфликтом, геноцидом. И вот опять-таки мы видим, что сигналы, которые идут из Анкары, Эрдоган демонстрирует обиженность на сей счет, и ему кажется, что, ну то есть это, наверное, даже такая достаточно личная обиженность, потому что это такая больная тема для того региона. И я думаю, что в этом смысле, конечно же, он свой кулак в кармане сохранил. Помнишь, мы намекали непрозрачно на то, что у Эрдогана достаточно такая распространенная схема поведения, как у многих восточных таких царьков, деспотов, которые привыкли торговаться как на базаре, потому что Турция славится своими пестрыми базарами, и обязательная часть похода на турецкий рынок – это торг. Обязательно, потому что тебя даже продавец не будет уважать, если ты не позволишь себе поторговаться и выторговать ту цену, которая тебе, в общем-то, нужна, которая тебе по карманам. То есть пришел, беру за эту сумму и не торгуюсь, это означает, что плохой покупатель. Тремя буквами. Лох. Лох. Это судьба. Но, выражаясь достаточно хулиганским языком, да, вот такие характеристики раздаются турецкими торговцами, тем людям, которые не торгуются. Но Эрдоган, конечно, пытается себе тоже выторговать место под солнцем. Поэтому, естественно, он понимает, что, если он сильно разозлится, конечно, он может, наверное, позволить себе выйти из НАТО, да, если… Теоретически может, но просто вопрос в том, что есть сейчас у Турции для этого. Вообще, на самом деле, долгое время наличие Турции в НАТО подтверждало, это было такой гарантией светскости турецкой армии, которая, в случае, если приходил какой-нибудь диктатор, ну, или человек, у которого были диктаторские, а особенно религиозно-диктаторские наклонности, то армия смещала этих правителей. Так было несколько раз в истории XX века, уже после Ататюрка. А сейчас мы понимаем, что после последнего подавления народных выступлений, которые были в Турции, армия, в том числе, тоже разгромлена. Огромное количество судей, военных, манифестантов отправились за решетку. Там что-то такое число, что даже пока еще Лукашенко не снилось. Это свыше 100 тысяч, это действительно очень много. И, насколько я сейчас понимаю, если Эрдоган к своим рукам приберет армию окончательно, то она очень неплохо технологически оснащена, то, наверное, выход из НАТО может стать его определенной разменной монетой. Переходим к следующей части пульса дня. Свыше 7 миллионов человек прошли через рамки контроля в американских аэропортах. Летайте самолетами. Продолжим через пару минут. Субтитры создавал DimaTorzok